МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я ему скажу то немногое, что я понимаю. Прежде всего, я понимаю, что мой товарищ Никита Белых попал в беду и, похоже, в тяжелую беду. Я понимаю, что следствие уверенно говорит, это взятка. Сам Белых вины не признает и говорит, что брал деньги на нужды Кирова. Дальше в скобках, если я правильно понял из интернета. Тогда возникает целый список тяжелых вопросов. У кого брал, давал ли за это преференции, законный или нет. На какие нужды? Мне, знающему около 15 лет, трудно поверить, что Никита мог взять взятку. Но прежде чем делать какие-то выводы по человеческим меркам и по нормам закона, мы должны услышать ответы Никиты на все эти вопросы и понять его позицию. Честно говоря, для меня это неожиданность, потому что, как мне кажется, Анатолий Чубайс нечасто комментирует подобные события. Вот в случае с Никитой Белых он все-таки написал даже целый пост. Итак, обвиняемый во взятом несчастье Никита Белых признался, что получил деньги, но нечистым на руку себя при этом не считает. По словам чиновника, 400 тысяч евро он и не собирался класть себе в карман. Напротив, намерен был спустить на нужды региона. Басманный суд остался непреклонен. Как защита не указывала на безупречную репутацию подследственного, его все-таки арестовали на два месяца до 24 августа. На скамье подсудимых Белых был абсолютно спокоен, даже временами усталый, будто бы иронично улыбался. А в начале заседания произнес весьма яркую речь. Взяток не брал, брать не буду, брать хочу и хочу это доказать, заявил он. При этом оскандалившийся глава региона намерен сотрудничать со следствием. Самой подзащитный не признает себя виновным, и я уверен, что у него будет возможность доказать свою невиновность, хотя, собственно говоря, это дело следствия, доказывать инкриминируемые ему действия. Ну и напомню, губернатор попался минувшую пятницу. Спецслужбы поймали его в московском ресторане, что называется, за руку. Перед ним на столе были аккуратно разложены пачки европейских банкнот. На одном из снимков силовики специально запечатлели, как на ладонях застегнутого врасплох кировского руководителя отсвечивает специальный раствор, которым помечены купюры. По данным следствия, в общей сложности он получил 400 тысяч евро в рублях, это около 30 миллионов, а выложил такую сумму некий иностранный инвестор, которому подконтрольные нововятские лыжные комбинаты лесохозяйственной управляющей компании Никита Белых возглавляет Кировскую область в седьмой год. Сложилось по сути.